Гуру розничной торговли Притяжение для представителей зеленой отрасли Главная задача сегодняшнего семинара заключалась в том, что люди должны произвести изменения в своих садовых центрах, но при этом не произведя никаких финансовых затрат. И моя цель при проведении семинара – это изменить людей, чтобы они захотели изменить свой садовый центр. Джон Стэнли работает в Австралии, является автором нескольких книг о торговле садоводческой и цветочной продукцией. Работает консультантом в 35 странах мира и признан лучшим профессионалом в своей области. Его концепции имеют практическое значение и нацелены на нужды потребителя, обеспечивая отличное соотношение цены и качества. У меня были огромные ожидания от этого. Он их превзошел на 200%. Джон – коуч великолепный. Он чувствовал аудиторию. Он знал, когда добавить игры какой-то, когда люди расслаблялись немножечко, когда дать лекционного материала. Что может быть? Я видела, что он что-то пропускал, понимал, что это не нужно. Он великолепен. Он, во-первых, дает возможность думать. Во-вторых, он дает возможность проанализировать. Не у каждого есть возможность проехать столько стран, столько садовых центров, ударить по карману фирмы или просто отойти от работы и заниматься этим целый год, объезжать и анализировать. Он же дает сухой такой статус-кво уже анализа ситуации, который ты можешь, повторюсь, применить под свой садовый центр, под свое место, под свою площадь садового центра, под свою комбинацию между питомником и садовым центром, либо питомником, садовым центром и ландшафтными услугами. И вот то, что здесь вот у Ахмичет есть, вот видно вот некая тенденция того завтрашнего, что он сегодня, например, нам уже говорит. 25 руководителей из различных регионов России приехали в Тюмень с одной целью – улучшить свой бизнес и познакомиться с зарубежным опытом. Дав основательную теоретическую базу, Джон Стэнли вовлек всех в практическое занятие, разбил группу на несколько команд и попросил критически осмотреть территорию садового центра. Результатом мозгового штурма стала разработанная каждой командой стратегия поведения, направленная на качественно новые изменения садового центра. Как минимум, услышанное и увиденное на семинаре подвигло многих к конструктивным размышлениям. Как максимум, качественно новое представление о собственном садовом центре. На семинаре я поняла, что все мои представления о моем садовом центре просто разрушились. И появилась какая-то другая картина, более живая, более такая интересная, мобильная, более такая, не хочу говорить европейская, но все равно более зрелая даже. У меня на самом деле, я сижу и меня турка, и практически постоянно. И у меня целый конспект мыслей из того, что я готова применить в бизнесе сейчас, из того, что я хочу применить в бизнесе в том большом проекте, который я сейчас собираюсь реализовать. И, ну, это вот просто кладезь идеи. У нас сейчас 4 садовых центра. Я думаю, что к 1 апреля у нас их будет 6. И это будут совершенно качественно другие садовые центры. Там будет перестроено практически все. То есть я даже не могу перечислить, что там останется прежнего. То есть там будет качественно изменено каждый из параметров, о чем мы говорили. Это начиная с управления персоналом, начиная с раскладки, планировки садового центра. Ну, все, практически все. Главное, он дал мне понять, что мы развиваемся в нужном направлении. Расставил необходимые акценты, и теперь я понимаю, как нам развиваться дальше. Ну, то, что вчера услышалось, какие акценты Джон расставил, это вообще такая, скажем так, платформа для очень глубокого анализа. Анализа своих поступков и анализа, прежде всего, того будущего, куда идет наша страна. Потому что, как он правильно заметил, России не избежать мировых тенденций. И вопрос просто во времени, когда эти тенденции здесь укоренятся. Изучить рынок, заявить о себе, как о лучшем садовом центре в соцсетях и в различных средствах информации. Сделать так, чтобы клиент не ушел сразу, а захотел задержаться именно здесь и как можно дольше. Садовый центр должен стать местом, где что-то будет происходить. Убрать часть растений, чтобы повысить их продажи. Изменить проход потребителя по садовому центру. Эти и другие идеи, высказанные мастером маркетинга, укрепили всех присутствующих во мнении, что перемены в бизнесе напрямую зависят от правильно выбранной стратегии. Получив мощный толчок к качественно новой деятельности, присутствующие, не скупясь, описывали свои впечатления от семинара и искренне благодарили мастера. Я очень рада, что история с Джоном Стэнли будет продолжением. У нас будет совместный проект. Ждите приглашения через год.